Главное, наверное, впечатление о том, что Турция никогда не прекратит быть членом НАТО и никогда не перестанет использовать это как очень сильный аргумент в своей внешней политике. Все дискуссии, которые каждый раз, вот эти вот всплески того, что Турция сама выйдет из НАТО, Турцию исключат из НАТО, с Турцией там еще что-то в НАТО произойдет, это просто какие-то такие истерики, которые не имеют ничего общего с реальностью, потому что для Турции членство в НАТО критически важно. На фоне той риторики, которая внутри страны, мы понимаем, что это контекст предвыборной ситуации, мы понимаем, что те сигналы и месседжи, которые посылаются внутри страны и вовне, они очень часто разные, часто звучат от разных людей, иногда от одного и того же человека, он все равно совершенно по-разному преподносится. Но членство в НАТО вообще не обсуждается, это ключевое для Турции, в том числе в ее отношениях с Россией. Если посмотреть исторически, каждый раз, когда у Турции осложняются отношения с Россией или есть угроза со стороны России, Турция становится не просто лояльным партнером НАТО, одним из ключевых партнеров НАТО и напоминает об этом всем, и Соединенным Штатам, и партнерам западным, и той же России. Поэтому для Турции членство в НАТО – это тоже элемент ее регионального лидерства, потому что одновременно она сочетает членство в НАТО, отношения с Россией, ближневосточный, кавказский, балканский трек, черноморское государство и так далее, вот эта мультинаправленность, о которой турки любят говорить. Но это и безопасность, потому что все остальное, энергетика, экономика, торговля – это прекрасно. Но основной провайдер безопасности для Турции – это НАТО, и одновременно Турция является очень важной страной, контрибутором в общий вот этот зонтик безопасности НАТО. То, что говорит Эрдоган в статье для Economist – это, в принципе, очевидные вещи, это правда, но важно же, мы же понимаем, что важны акценты. То, как эти акценты расставлены, что НАТО, вы посмотрите, там, по-моему, второе или третье предложение – это чуть ли не самый сильный в истории и ключевой вообще за всю историю человечества оборонный и военно-политический альянс. Турция участвует во всех операциях НАТО, в миротворческих миссиях, в каких-то там, не знаю, учениях, операциях и является очень важным ключевым партнером. Безусловно, это так и есть, но важно об этом напоминать не только странам НАТО, важно об этом иногда напоминать и гражданам Турции. Потому что, когда внутри страны накаливается ситуация, идет истерия о том, что сотрудничество США с YPG – это не вынужденный шаг, это какой-то замысел и конспирология, то, конечно, внутри страны настроения другие. Но руководство страны, при том, что это консервативные, националистические силы, прекрасно понимает значение НАТО и членство Турции в НАТО для будущего страны.